Одевание защитной одежды, полоса препятствий, замена колеса и развертывание пожарного автомобиля. Эти и другие испытания сегодня проходили сотрудники службы поисково-спасательного обеспечения полетов в рамках конкурса «Лучший по профессии». Его проводит Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения совместно с авиаотрядом. За навыками и умениями ловких и бравых пожарных и водителей наблюдала наша съемочная группа. Приготовиться, внимание, марш! Свои умения и на время одевать защитное снаряжение пожарный спасатель Алексей Киреев демонстрирует с невероятной легкостью. За плечами 20 лет службы. Такой опыт спасатель приобрел благодаря постоянным тренировкам. Говорит, оттачивать мастерство приходится каждую смену. А так, каждую смену выезжаем на тренировки. Там вот у нас есть тренировочная база. Сюда выезжаем на заправку водоема, разматывание рукавов. Тренируемся. Хоть и не планирует стать пожарным, но намерен связать свою жизнь с авиацией, ученик 10 класса первой школы Семен Просвирнин. Поэтому тоже решил попробовать свои силы. Короткий инструктаж и вперед! Готовится! Внимание! Марш! Прикидывай через себя! Драматив уложился, а значит шансы поступить на службу есть. Тем более молодой человек обучается в профильном классе с авиационным уклоном. И при условии успешной сдачи ЕГЭ и высоких выпускных баллов руководство авиаотряда гарантирует выпускникам этого класса выделение направлений на поступление в высшие и средние профессиональные учебные заведения и последующие трудоустройства, получивших профессию. Желание связать свою жизнь с авиаотрядом у молодого человека семейное. Папа уже более 25 лет работает здесь главным инженером. Сомнений нет. Впереди у молодого человека большое будущее. В планах я, конечно, бы хотел стать вертолетчиком, но это зависит как бы от здоровья также и сдачи баллов на ЕГЭ. Вот так, наверное, инженерная должность тоже хорошая профессия. Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2013 года с целью популяризации рабочих специальностей, пропаганды передового опыта и достижений, а также содействия молодежи в приобретении рабочих профессий. На всех этапах конкурса участники выполняют конкурсные задания, в том числе и проходит проверку теоретических знаний. На сегодняшний день проверка теоретических знаний уже закончена, выявлены соответствующие результаты. В настоящий момент проходят очные соревнования. Реорганизованная самостоятельно еще в 90-е годы прошлого века служба преследует глобальные в рамках авиапредприятия цели. Она занимается аварийно-спасательным, поисково-спасательным и противопожарным обеспечением полетов. Сегодня на вооружении имеется все необходимое. Два аэродромных пожарных автомобиля, один вспомогательный, а самое главное – сплоченный коллектив. По словам заместителя начальника Владимира Хабарова, и в этой службе бывают нештатные ситуации. Случаи бывали разные. Бывали нештатные ситуации с посадкой с одним двигателем, бывала аварийная посадка воздушного судна, когда было пробито колесо, были выкатывания за полосу воздушных судов. Подобный конкурс для пожарных спасателей и водителей пожарных автомобилей первый, но участие в нем приняли абсолютно все сотрудники. По словам начальника подразделения, по-другому и быть не могло. Коллектив очень активный и целеустремленный. Да и материальная составляющая отлично мотивирует. Материальная мотивация всегда была у нас, заинтересованность материальная. А так коллектив, конечно, у нас очень дружный. Вы сами видели, поддерживают друг друга, где-то даже немножко и подтрунивают друг над другом. По итогам всех испытаний конкурсная комиссия предстоит выбрать лучшего по профессии. Торжественное награждение победителей и призеров грамотами и денежными вознаграждениями состоится уже завтра. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...